Это вот с красной мальцией, да, имеет она какое-то отношение к красной мальцией, пока две часы. Ну, название немного, спасибо. Вы знаете, наверное, вот сейчас вы рассказали, что это, наверное, называется, называется, называться каким-то знаковым названием. Кажется, замечательно, так что это... Нет, потому что мы с огнями Большого Города, первый вопрос обычно, какое отношение к фигу Чадыча, да, дальше включать не Комкова. Тогда кто у вас именно у фига-сценарий, сюжет, или вы сами все прописываете, или у вас есть какие-то помощники? Нет, ну, значит, начать с огнями Большого Города, так, потому что сценарий был очень жесткий, но больше четырех месяцев, не станет сценарий, а потому что очень много ввода. Мне кажется, это просто история. Я когда пришел эту сцену, я понимаю, кто ее будет исполнять заранее, поэтому сценаристу, я ставлю задачу именно на эти персонажи, на эти номера, на эти сценарии. То есть я сначала вижу спектакль, потом мы пишемся немножко по-другому, да, нежели просто когда прощение истории, потом мы пытаемся ее направить. Я спектакль ради Большого Города, мы работали с профессиональным сценаристом, Алексей Шнеберман, 25 раз мы перебивали сценарий, то есть 24 раз в миллиардах. Все время, то есть персонажи гуляли, если бы ребята знали, сколько раз они меняли образы, сколько раз они были в каких-то вообще... Куда их достигало, но Алексей, лимбератор, то есть человек, который профессионально владеет этой историей, и здесь, ну, как бы вопросов не возникало, мы работали с композитором, композитором, спектакля Небольшого Города, Роман Игнати, ну, наибольшую известность он получил благодаря единственной фильме-ракистской музыку, Монте-Кристо, который он написал, да, все остальное, что привозится в Россию, это все хайки, это все переработанные истории, а именно вот Монте-Кристо написал Рома, и вот второй его, как бы, знак, это от Небольшого Города, то есть музыка в спектакле звучит абсолютно оригинальнее, есть нахер-казаинскими, 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 мелодия Семпчинка, еще одна вещь, все остальное, это написанная музыка в спектакле, которая исполняется живым бокалом, тексты, четыре поэта выписали, стихи разные, потому что один у меня удовлетворённый, то есть у каждого взял по-одному лучшему. Единственное, что все стекает потом ко мне, да, и я уже понимаю, что хорошо, ну, на мой взгляд, понятно, что не истинный факт, кто-то должен всегда принимать решение, значит, он всегда будет в форме, вот, фантазии. Что касается новогодней сказки, то здесь, конечно, нет такого сценарияма в плане официального сценария. Я написала сценария моя мама, она бы всю жизнь работала, ну, работала где-то на сцену, музыкальной работе, у нее это очень родное и тёплое мне такое пищу, потом она стала создаваться небольшой детский театр. Ну, и, в принципе, у меня всякий какой-то количество новогодних праздников у нас. С тема новогодних праздников, она остается такой. И я сам осознанно обратился к маме на доброе, потому что, все-таки, когда я, ну, я все время добываю, что я делаю без детей, да, ну, такая беда, когда ты делаешь представление, ты все-таки много очень делаешь такого актера, именно такое фигурное катание, ну, такое драматическое, что-то, что взрослым нравится, а дети начинают скучать, потому что дети долго не могут смотреть, ну, неинтересно смотреть просто на катающихся фигуристов, пусть даже не пить печенеров, потому что в этом иногда они еще не очень осознают, что люди не катаются. Поэтому, мне кажется, что сценарий такой добрый, и он, бесспорно, не претендует на какую-то там золотую маску. Но то, что он заставляет улыбнуться отмечаться атмосферу нового года, ну, и это оригинальный сценарий, там не в чем не получилось, кроме названия. А можно тогда сразу еще похожий вопрос? Вы сказали, что 25 раз перетислили сценарий, и декорации сложные достаточно, но при этом, насколько я знаю, огни большого города был поставлен гораздо быстрее, чем это принято в мире, в виде такого уровня ледовый спектакль. А откуда была уверенность, что все получится, и почему взятые тропы? Я хотел осознавать. Да, это, правильно я вообще сказал, честное отличие, о котором давайте вы просто в себя зададите, да, подумайте, что вам все это не скажет. Есть большая проблема, у нас вообще отвергнутые ледовыми спектаклями, и отвергнутые, что она снимает своих акциональных начальников. Это вообще, то есть нету вообще ни одного в мире ледового театра. Я бы действительно только чем не стремлюсь, и ради чего, в принципе, изначально создаваясь от небольшого города, чтобы не просто ходить и говорить, вот я хочу ледовый театр, а что там делать, это будет, по-моему, резонный вопрос. И чтобы показать приблизительную возможность, что можно вообще куда двигаться. Поэтому, но, жадность сроков, опять же, конечно, не запрощается. Я не могу зайти в ледовый дворец, хотя бы месяц там инспектировать. Потому что каждый день аренда ледового дворца буквально губит всю идею вообще ледового театра на каждом. Поэтому был создан такой макет, все из цены, декорации. Были фигурки, алгатики, например. И на этом макете я, в принципе, себе рисовал, как это будет. А потом уже, ребят, игрался, а вот знаете, да. Заховец, соль, соль, соль. Потом уже, конечно, когда эти фигурители ставят уже конкретную задачу, то здесь уже было все проще. Но, опять же, массовые номера, они больше половины в месяц перпетировались. Сольные номера, конечно, быстрее, потому что здесь уже профессионалы берут все в свои руки. Самое главное в спектакле было, чтобы он не развалился. Чтобы он не развалился на, опять же, тот же самый девятый смерт, только, ну, чуть-чуть преобразил, чтобы люди, им стало не скучно, чтобы они понимали, откуда взялся этот герой, что в этом делалось. А почему? Сильно этот спектакль, это разные, как будто мы заглянули в разные окна, да, и квартиры. Да, тут любовь, из-за блока, здесь люди просто случайно слились в городе, и все это потом должно, конечно, подоплицеваться. Но при этом мы должны, не должны сказать, а, а, тот, который там был с этим, а этот с этим. И это правда очень непросто с ним, это было. Но, знаете, я просто обратил полгода, играю в солдатчике с материном. А дальше, когда я объясняю задачу, все, все, все. Алексей, тихо, Мария Петровна, все, что можно загадывать желательно. А можно вопрос, Алексея? Скажите, пожалуйста, когда Илья предложила вам участвовать, ну, скажем так, в детской сказке, не подумали ли вы, что же это такое, не альтический чемпион, и так далее, и прочее? И что мне делать в детской сказке, в общем-то, нужно ли там подобрать такую тяжелую артиллерию, чтобы детей развлекательного округа в празднике? Какое у вас вообще было отношение к этой идее, вначале? Вначале просто хочется сказать, что, слава богу, значит, мы удовлетворяем нашего командира, раз мы еще подаем себе его проект, в сути по тому, как он менял сценарий, и музыку, и стихи. Ну, это немножко, пожалуйста. Какое было отношение? Вы знаете, на самом деле даже никаких вопросов не возникало, потому что для меня лично, например, катать огни большого города немножко проще, нежели катать новогодние сказки. Новогодние сказки подразумевают выступления для нашего юного зрителя. А мое мнение, что наш юный зритель порой более сложный. Ему нужно более подробно объяснять то, что происходит в данный момент. Не могу сказать, что, например, создавать образы новогодней сказки или создавать образы в огнях большого города или в каком-другом мероприятии, что абсолютно разные вещи. Нет, задача стоит одна и та же. Это полностью передать все то, что происходит внутри тебя в данный момент. И самое главное, чтобы зритель понял, что я вообще там делаю, кто я такой. А дети все-таки, они не то, что более впечатлительные, но они более требовательные. Что происходит. Скажу по поводу новогодней сказки, почему, мне кажется, она немножко отличается от других таких новогодних сказок. Хотя, казалось бы, да, лед, есть и другие новогодние, и ледовые постановки. В нашей сказке, помимо взрослых персонажей, взрослых людей, нормальных, хороших, фигуристов, еще принимают в участие огромное количество маленьких детишек. И мне кажется, вот эти маленькие фигуристы, как раз вот такой мостик между тем, что мы более взрослым делаем на юге, и нашим зрителям. Это не кошки, не собаки, не медведи, которые порой принимают участие, это живые люди. И наш юный зритель может видеть, что, да, наравне вот со взрослыми участвуют, принимают участие еще и вот эти, то ли юные фигуристы, как-то, мне кажется, они более сглаживают и доносят до зрителя более полную картинку. Сложно ли быть в одном мероприятии холодом, в другом мероприятии Томми? Вот он нашел, как в последний раз мы выступали в этих спектах. Не знаю, я на самом деле, честно говорю, что я счастливый человек, потому что, я сегодня передавал интервью, я трижды счастливый человек, потому что первая моя работа, которую я обожаю и люблю. И самое главное, вот я просто отошел, возвращаюсь. Во всех постановках, а мы участвуем во всех постановках, то, что придумывает Илья для нас, вы знаете, это не тот человек, который только пришел и решил придумать что-нибудь для нас. Не зная, кто мы и на что мы способны. Все-таки мы вот этой компанией живем очень много лет. И Илья, играя вот в этих солдатистов, уже отбирается на знания, то есть он знает, что я могу, что мне не то, что проще, но на что я способен, на что способны ребята, другие пары. И поэтому окончательный продукт, и сказки пока численно бьют, и от небольшого города, мне кажется, продукт становится более ценным и более полноценным. Вы, наверное, спрашивали, что все-таки ты не ответил. Я ответил, что у меня даже в голове не было никаких мыслей, почему настоящий профессионал, если он актер, он не может говорить. Вы знаете, в этом фильме я не очень хочу, потому что я, наверное, этот образ не смогу. Нет, мы... Нет, пожалуйста, могу быть тем угодным. Я знаю, что просто все эти мелкие ответы, они показывают, почему спокойно мы соглашаемся на какие-то, может быть, авантюры, даже тем, чтобы быть холодом. Я знаю, что ничего плохого и идиотского Илья поставить не может. Тем более, сколько раз он подходит, нечего быть. То есть человек знает, что ставит, и не знаю, я абсолютно... Я даже рад, что я холод, а не, например, ход. А вы не даже сказали, что трижды счастливый человек. Да, первая у меня есть работа, которую я обожаю и получаю огромное удовольствие, вторая, конечно, рождение дочери, и каждый день наблюдать, как это огромное количество растет, развивается. И третье, что у меня есть еще, мне кажется, новое, много направления в практике, которые тоже дают нам удовольствие, потому что спортсмена найти то, чем он будет заниматься после спорта, конечно, это очень важный шаг. Ну, часто спортсмены уходят в тренинг с вас. А вы вот еще покажите, как спортсмены после того, как закончились карьеры. Ну, последняя тенденция какая-то уходить в политику. Я все-таки, мне кажется, и Леша, что в этом направлении работают все-таки это и театр, и кино. И здорово, что у нас фигурное катание было с 4-летнего возраста, потому что все-таки фигурное катание — это не тот тип спорта, который заставляет себя, показывает только свое техническое превосходство, но еще заставляет себя играть определенные опыты. И если единиц в спорте этого было гораздо меньше, то, конечно, все то, что происходило у меня 2002 года, у ребят 2006-го, все эти телевизионные проекты, и новогодние карты, и музыку на льду. Просто эти проекты себя реально развивают и дают возможность себе подняться на более высокий уровень. Очень хочу сказать большое спасибо, Илья, за проект «Изниковый дегил». Просто вся жизнь была подчинена вечеру субботы, и это было здорово. Даже Маша научила Мишу полустиану стоять на коньках, что он даже ежедневно давал советы им. Поэтому большое спасибо. Можно спросить, все ведущие заходы у нас — это молодые родители? Какая новогодняя карта? Какая здесь частичная для своих детей? Для своих, наверное, еще надо. А на какой возраст просчитывают Вас? У меня сегодня задавали вопрос, с какими сложностями и трудностями пришлось сталкиваться на проекте, например, «Пока числе 12 лет». Вы знаете, когда только начинали мы репетировать, я, поскольку очень много маленьких детишек там написал, а, понимаете, я в 35-м год, уже менее подвижен. Можно будет найти именно общий язык с маленькими детишками, но все-таки мы уже родители, поэтому сложностей в этом плане не было не таких. Единственная сложность, но это как-то в шутку, что у меня, я как понимаю, такой сложный грим, и прическу делать специально, и красить волосы, и узоры. Если у тебя все-таки холод, то с обедом полностью своему образу. Приходится мне приходить на больше часа раньше, чем пять соревнований. Вот наши дети еще не выдержат такого, хоть оно не очень длинное, но очень интересное мероприятие, но тем не менее, чем по нашим делам все равно, посмотреть на все это, но приходят прямо совсем маленькие, я не знаю, там года 13-14, или дети сидят и смотрят, что это идет, это очень приятно. Ну, кроме этого, я хотел рассказать одну историю. В прошлом году, когда мы показали в Москве наше новогоднее представление по качественному виду, но Илья еще успевает посмотреть все вообще представления новогодние, которые делаются, для того, чтобы понимать, как сделать лучше, да, как. И тут он приходит после одного из представлений таких и говорит, ну, катались. Так себе. Декорации нормальные, вроде бы народу достаточно много, но был момент, когда на лед вышел настоящий олень в упряжке, и говорит, просто все были в эстаде, в восторге и все такое. Он говорит, зачем, мне интересно, я держу вас все. Сказал Илья, но с тех пор прошел год, и год прошел, и мы до сих пор в команде, мы до сих пор в команде, мы до сих пор катаемся. Я надеюсь, что есть за что надо держать, а не просто выпустить оленя, где-либо медведи, где-либо морского води, какого-нибудь. И это приятно. Не стоит дороги. Ну. А? Да, на custom корзанalar там поставил Констант, а испараюсь, как на outage. Алина, поверmiş как реально, просто так реклама была� малолетом. Пос reports я speaks. Ну, в основном, к биологу. Вот. Как вы походите? Я думаю, из четырех лет. С четырех лет лет, такие больше. Так, действительно, с несложным сюжетом, есть тексты, которые говорят, говорят в стихотворной форме, и персонажи очень яркие, очень понятные, никаких каких-то сложностей, пугалов нет. Поэтому доктор Мария в области замечательной сборочки выступает. Алексей Добрый год, который ведет все сказки с собой. Ну, а Алексей, в другой свою очередь, пытается делать так, чтобы Новый год не наступил. Это, по большому счету, весь сюжет, который мне кажется понятен, 7 лет и, действительно, ну, цирковых моментов, которые включены, которые ведут дети. Поэтому, я думаю, с 4 лет можно смело прийти на представление. А касается не только, это мне позросли, и, во-первых, сейчас, ребята, у меня мальчик, у меня мальчик, у меня мальчик, у меня 7 лет, я думаю, что он создал свою сказку в том году. Единственное, что он посмотрел один раз, потому что он не любит фигурное катание. Как бы это грустно не признавалось, это, конечно, мне деликатно переговорить, но я это вижу. Ну, будем надеяться, что постепенно, все-таки, привычный к этой мальчику, все-таки мне нравится, ну, пока не очень все это нравится, и сам кататься не летит, и фигуристов особо с вами не доставляет удовольствие. Ну, посмотрим. А Дед Мороз? Дед Мороз будет обязательно, обязательно Дед Мороз, который придет. На каньках ли? Я думаю, что нет смысла выпускать его на каньках. В принципе... Давай, что мы в Визолине. В Визолине. В Визолине. У меня как вот Новый год проведет, можно? Извините, пожалуйста, я подскажу. Хочу по поводу сказки наше сделать замечание, когда Мария узнала, что она будет в снегу. Снегурочкой. Радости было очень много. Наконец-то. Снегурочкой. И, видимо, вот это желание и, не знаю, какая-то магия, не знаю, очарование этого образа и этого персонажа, которого мы, наверное, в детстве, которого мы видим. Вот Маша абсолютно не уверен, что каждый был выгоден, наверное... Ира Слудская была бы одной снегурочкой. Одна в Кадане, в Кадане, в Кадане, в Кадане, в Кадане. Совсем другими. Но вот Машке эта роль очень подходит. Марине, простите. Марине очень подходит эта роль. И она тогда в особом обаянии и трогательности катается. Ира Слудская. А у вас тоже хотелось сказать, что он взял? Какой я? Бэт? А я-то просто думаю, что Маша в апреле месяц-то все в костюме снегурочки ходит. Вот почему. Маша в Кадане. А ты добрый был? Ну так, понравилось. А ты добрый. Да, да. Хочу сказать, я просто сидел, вспоминал подробно сейчас то, что я делаю в этой сказке. И понимаю, что как-то для яркости, да, я все-таки не очень положительный персонаж, холод, который хочет заморозить все и сделать так, чтобы время остановилось и чтобы новый год никогда не пришел. И, конечно же, для яркости этого персонажа можно было как-бы более жестко, чтобы не жестами, а более жесткую хореографию, более злую. Но я вот сейчас все дело анализировал и понял, что, в принципе, даже вот в этом есть... Ну, если туда я не ухожу, наоборот, с шутками мы поставили несколько городов. Здесь есть изюминки, даже вот в этой хореографии, направленной как-бы на зло, все равно есть доброта. Ну, как вместо Бабы-Яги получается, да? Да. Бабы-Яги у вас нету, а он... У нас есть злые силы, вот... Ветер. Да. Вот как раз воспоминяет Татьяна 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 и Максима Маринина. Это так называемые «Слоги холода». Это «Курга» и «Бьюга» и «Бьюга». Они такие два приспешных. Ну, есть еще пять детей, которые называют «Злые зайцы». Да, на самом деле, они танцуют под замечательную музыку из кинофильма. Деректовая рука, да, вот, невидение. А нам все равно, да, вот такие люди. А нам все равно все доброе и хорошее, но при этом они будут иметь. Да. Скажите, пожалуйста, у меня маленький вопрос. Просто вот Алексей играет в «Олотов», «Зимний персонаж». А, не было идеи вообще-то кричить? Ну, может, в качестве «Леба». Небольшой фрагмент из вот этой вот, ну, иметь программы «Зима», да, которую ты там до сих пор вспоминаешь, была «Леба». У меня не было такой идеи, потому что не все с кем. Я надеюсь, что у нас был один спектакль вообще-то, и все. Конечно, мы его наполнили спектаклями и акционами, и вдалеке поставили двое макет человека в шубе. Ну, вот. Но там действительно достаточно много различных проектов. Ну, мне кажется, наоборот, нужно здесь не отделять, и я стараюсь, наоборот, чтобы наши проекты так усилили и усилили свои депостивы. Тут будет именно шоу, когда выступают только чемпионы, и они как-то поддерживают эти депутатные номера. Сюда мы включаем, обязательно вообще, включаем эти депутаты, свою сольную программу, потому что 5 минут, и все предложили только ему, ну, обязательно есть момент, когда есть напоминание о том, что сегодня, когда зритель тепло поднимает, его всегда тепло поднимает, и вырывает, когда идет на зритель – зима. Это одно. И там это уместно, и там это должно быть, насколько действительно программа, ну, хитро всегда. Да, да, выиграет бот, да, выиграет бот, и как в позиции многие встанут и лепит, как в одну, все встанет раз перед глазами. Засорять, ну, там, для себя, это, допустим, новогодие, это, например, как излишняя мудрость, чесать правой рукой на плену рука. Важное, наверное, не стоит. Но, опять же, это все. Все, что у нас в сегодняшнем крае, все субъективное. Может быть, где-то это имеет, где-то не имеет. Но, так же не будет. Будет, если будем совсем другой, именно, но узнаваемый, в отличие от маски, о которой вы сказали. Никто не будет страшен. Про катарки, а я сам. Про катар, пусть кот. Про катарки. Про катарки. Про катарки. Про катарки, хорошо. Про катарки. Про катарки. Коль добрый ученый, который идет в основные штатки, помогает детям, отрывает в городе. А тут мы, Кью, которые замораживают город и останавливают числе. Коль, вот, мне он напоминает такого городового, который, ну, смотритель за город, который делает добрые дела, который помогает всем. Который, в итоге, заражает холодом. У нас есть и такая сцена. Да. И танцует после города. Который, в итоге. Ну, в целую очередь, я хочу добавить только что. Все, что по спектаклю, они идут достаточно долго, поэтому это не просто вот новая, где только Маша и Ёша выходят на лет, как и у него сейчас. У Мали есть замечательные сольные катарки, когда она одна выступает за мест настоящих событий. Это Маша абсолютно вроде одиночницы, ведет с собой свою команду, так называемую, и есть ее помощник, и у нее был на 1-й, 4-минутный, очень красивый, высокий номер, и с того момента, как Мария стоит в первую ласточку, пронзался и за 2-й ласточек, уже очень трогательно, как бы вы трогательно вчера видите их сразу вместе, а здесь она отдает. Мы можем поступать. А, скажи, как называется «Полеро»? Ну, конечно, я расскажу о проекте «Полеро». Проект «Полеро» по-прежнему идет на экранах. Проект «Полеро», проект «Вызов», проект, который изначально, мы прекрасно понимали, что он не может иметь колоссального успеха над ведомым проектом, просто потому, что все-таки искусство «Полеро» — это камерная история, и несколько такой барьер в обществе. То есть мы все признаем, что у нас лучше всего болит, и все у нас хорошо, но вообще никого мы из болели не знаем, и на болит-то мы не ходим. Но это как вот читающая страна, да, мы по-прежнему все читаем, но никто уже не читает. Вот это то же самое. То есть есть определенный круг людей, конечно, которые мы живут в этой истории, но вот отдаление достаточно большое произошло. Но сама форма, я не хочу на себя брать свечи, чтобы я решил болеть, поднять, ничего не решил, просто сама форма, сути, из которых, как Алексей говорил, что мы развиваемся и растем, проект «Звездная», «Ледниковый период» — это проекты, в которых каждый раз росли в состоянии именно танца, как разговоры по зрителям. То есть это было главное в проекте. И именно поэтому, так как был долгожительный телевидение, там 6 эпизодов, 6 лет шел на экране, когда немножко менялось название, «Звездная» был Ледниковый период «Ледниковый период», но суть оставалась страшной. Мы все время говорили о том, что мы живем через танец. Каждый мини-спектакль, каждый номер, каждый номер, вроде кажется, уже ничего нельзя придумать, а мы что-то еще как-то придумываем. И проект «Болеровый» шел именно по этому же направлению. Здесь было интересно поставить фигуристов в такой более сложной положении. Для этого они, как куру брали на себя вместе учителей, то здесь они оказались в роли учеников. И при этом интересно было разрытие нового имена замечательных девочек, которые действительно достойны того. И звезды, которых мы сами себе придумываем, мы говорим, что вот эта звезда. Но дальше, с готового кольца эти звезды никто знает, не знает. А участницы нашего проекта, это действительно полеида с большим мировым именем. И обидно, что в нашей стране вот люди, которые спели два года и на радио когда-то покрутили, мы считаем, что это звезды. А те люди, которые действительно являются гордостью страны. По-настоящему являются гордостью страны. Потому что по ним, судя о нашей стране, они видят, как красиво танцуют. И у них есть удостоверение, что эта страна красивая, интеллигентная, прекрасная. Мне очень хотелось тоже их показать. И мне кажется, что мы их показали, они раскрывались, немножко были нажаты сначала, были их тоже в подвесе в таком. Но постепенно открываются. И, конечно, сложное восприятие проекта, поскольку мы не привыкли, никто не привыкли, когда люди, кажется, немножко сначала статичными, да. Много очень много. Искали, наверное, искали все. Но я думаю, что те, кто следят за проектом, судя по тверям, если аудитория уже растает, видно, что динамик найдет на улучшение. То есть и танцы становятся еще более целостные, и видеооператорская работа становится более ярче и более правильной, больше мы умещаем лагить эти планы. И мне кажется, что часть танцев, которые здесь, если их еще больше порепетировать или идти на конкурс, то они вполне спокойно будут сникурировать с теми зачастую очень пресными формальными номерами, которые показывают на балерных конкурсах. Поэтому я очень доволен, что этот проект имеет своего зрителя, и, в принципе, мы захватили того зрителя, кто обычный телевизор вообще не смотрит. Но, конечно, мы не можем не задумываться о том, что телевизор – это все-таки массовый такой продукт, нуждающийся в большом цене смотрения. Поэтому, конечно, мы хотим, чтобы как можно больше, чтобы все установить, хотя бы это дороже проект, чтобы жить дальше. В общем, я очень думаю. Нет, а почему вы сами не лицо не выиграли из этого качества и сонсорщиков? Каждый должен заниматься своей. Поговорят конкуренты? Да, и вы продюсеры. Вы продюсеры? Каждый может, а он срочно может? Нет, это горят Бог. Вы знаете, каждый, если вы сейчас купите, то кажется, что это невозможно. Поговорят конкуренты, пытаться сидеть на всех сторонах. Просто для того, чтобы репетировать, как от ребят, особенно в балетной истории, они просто выходили по пять-шесть часов из зала, подхали там двери, поменяли по три футболки на себе. И для этого тоже должны выходить все бросить, я за одну картинку, и просто сидеть в зале, потому что я же не могу только быть в кузове, в перенаванной и так далее. Но каждый должен быть на своем месте. Поэтому мне кажется, что мое место было именно стоить километра, потому что кто-то должен был являться успешным этого проекта, именно на какое-то давать век, на направлении, до которого мы шли. Но я вообще не катаюсь в этих проектах не потому, что я считаю, что выше или ниже. Я просто убежден, что я бы так не смог работать. Я пробую салфетовать на дотео, и тренировать другое там. Ну просто, кажется, что это самостоятельно. Я должен пробовать не совсем, а с кем салфетом идем. А что касается и участия Ильи, сейчас мы не катаемся проекта «Валерон», то Илья, мне кажется, удивит очень многих жителей из салфетом городов, которые придут на арки большого города. Потому что, знаете, мы в туре катаемся, вступаем во время гастролей, и постоянно возникает вопрос «Ильюх, а ты сегодня будешь кататься?» А тут нет, если будешь только ведущий. Ну вот обидно порой бывает. И были такие моменты, когда нас только хорошо принимали, что Илья с Ильейом тоже иногда нас над нами подшучил, и вот, а где нас подшучился. Выдут его кататься, и он откатал номер, будучи мне готовым. Так что в огнях большого города, в Санкт-Петербурге Илья будет кататься. Чему мы, конечно, участники этого проекта очень рады. А другой момент, чтобы я хотел сказать особенно про арку большого города. Понятно, мы выступали в Москве, и впервые будем выступать в Санкт-Петербурге. И мы все знаем, что, конечно, Москва тоже культурный город, но все-таки в нашей стране, в Санкт-Петербурге, является более декоративным культурным центром. Поэтому привезти новый продукт, можно его называть по-разному, испытательный тур, мюзикл, онлайн-тург, как угодно. Именно в Санкт-Петербург, и его нет, чтобы и жители в Санкт-Петербурге его не посмотрели, мне кажется, это просто неприемлемо, потому что жители с ним до этого города просто обязаны сходить на него и посмотреть. Если вы вспомнили, когда мы песня «Человек об шубе», то нельзя не вспомнить эту знаменитую фразу, принадлежащую этому человеку, «Леша может все». Мы видели вас в фильмах, в сериалах, на театральной цели, в качестве ведущего олимпийского балла, в проект «Бри добрый», в проект «Болеро». А что дальше? Дальше, наверное, развиваться в этом направлении, просто становиться лучше, учиться. Есть несколько новых проектов, просто сколько ты договорилась о чем-то определенном, что планируется. В основном это потом не получается, поэтому пускай сначала это случится, а потом уже будем обсуждать. Я же вижу, что в три раза счастливый человек, именно вот третий, третий раз именно по этому случаю, потому что все-таки я нашел то, что мне близко, то, от чего я получаю удовольствие, и именно та профессия, которой я хочу учиться. И слава Богу, она никак не связана с фигурным сказанием. Почему по-моему? Потому что хорошего понемножку, и мне кажется, мы сделали очень многое в фигурном сказании, это не значит, что я прям катаюсь, мне это не нравится, я говорю, что я получаю огромное удовольствие. И слава Богу, что в данный момент есть проект, где мы можем принимать участие и развиваться. Просто хватит, нужно учиться чему-то новому, ты пойди и стать тренером можно хоть завтра. Это не значит, что каждый из нас может стать замечательным тренером, наоборот, как-то получается. Но это занятие, это профессия, которые мы можем занять прямо с завтрашнего дня. Я, например, не хочу. Я не хочу, чтобы моя семья занималась фигурным катанием и вообще-то была связана со спортом. Я хочу идти и развиваться в новом направлении. Ну, в связи с этим вопросом от Маши или Штамбурга. Когда вы совершали фигурную свою спортивную карьеру, еще как бы ведомую сделать проекты, которые сейчас успешно еще как бы не возникали на горизонте, ваш тренер говорил, что это потенциально те тренеры, которые вырастут в литерских сезонах. Причем Маша начальница, он на этапе начальника, а Алексей на этапе в качестве полеографа, и так далее. Может и наоборот. А может и наоборот, я не знаю, как бы все зависит распределение у них. Вот у вас нет желаний все-таки? Светлые слова нашего тренера в литературе, но Алексей сказал, и я абсолютно согласен, и мы оба знаем, что не каждый хороший спортсмен, не каждый чемпион станет хорошим тренером. Другой вопрос, что для того, чтобы впустить тренера, что надо куда уходить с головой, конечно, ты не можешь бросить своих чемпионов. Никогда, ни за что, мне так кажется. у нас получилось так, что мы счастливые люди, что мы смогли настолько продолжить свою карьеру катальщиков. это здорово, это приятно, потому что благодаря проектам мне кажется, нам бы этот опыт, который приобрелся благодаря проектам, нам бы его отдать чуть-чуть назад в спорт, абсолютно было бы все, да, это бы работало туда, куда надо, мы понимали бы, да, спорт не дает возможности показывать, наверное, театральный какой-то спорт, потому что очень жесткие рамки времени, секунды, но тем не менее, но тем не менее, это было бы здорово, это было бы хорошо, я уверен в этом, и мне нравится, что все-таки и Тамара Николаевна, и ребята, и зарубежные пары, и немцы работают в этом направлении депутатного, но, наверное, случилось так, как случилось, поэтому мы думаем, что тренерство еще, не сказать, что мы будем сниматься теми, что мы продолжаем столько-поскольку консультировать разные пары, которые встречаются на нашем пути, или вы встречаете на нашем пути, и поработали с итальянской парой, сколько там, сколько, наверное, три назад, да, получается, просто попробовали себя, вы ездили, вот, Андрей, Хадари, который сейчас поменял партнерш, но тем не менее, было интересно попробовать себя где-то. Ну, пока что у нас вот есть интересные дела, которые хотелось бы, хотелось бы, еще там, не знаю, пару лет осталось догадаться, чтобы потому что это очень, правда, интересно, и, поднимите, я все-таки вернусь еще раз к проекту, почему, потому что, ну, в родном городе мне хочется даже сказать, как это было, и я вынашел идею ледового свет, как-то я, очень давно, он не знал, что это будет, огни, фонарики, лампочки, какие-то, я условно говорю, но, благодаря ледниковым периодам, вот, благодаря нашим проектам, мы все-таки учились быть немножечко актерами, да, мы принимали такой опыт, и когда он это увидел, он понял, вроде бы готовый, но все равно сомневался, и поэтому, поэтому решился так важным такой шаг, вот, сделать такой единственный в мире продукт, который называется «Огни Большого Города», назовем это как угодно, видовый спектакль, мюзикл, и те линии, вот, то, что он играл с Сибургами, с нашими судьбами, там, абсолютно четко просматриваются в той или иной степени, вот, судьба каждого из персонажа, она соответствует каким-то жизненным нашим шагам, мне это так, как это интересно, это так завораживает, и спектакль может нравиться, может не понравиться, но посмотреть его обязательно стоит, потому что много всего того, чего нет, ну, знаете, с Пойдем мы связаны, мы много всего, по-самогеем, в жизни, ледового, да, и мне кажется, что такого еще правда не было, поэтому, но, все-таки, оценить, для того, чтобы оценить, это нужно прийти к смотри, единственное, что вы там не увидите, это как-то оленей, а хочется отметить, мы проект так немножко сколько говорили, что именно в огнях большого города это не показательное выступление, это единый продукт, и все то, что происходит вот каждую минуту, это все степляет в дом, в обоих городах. Да, но все-таки всегда так. Да. Но вот все то, что происходит в нем, настолько воевается из ведущего и, конечно же, единая сюжетная линия, это не то, что «А сейчас на кто выступит такой-такой, ты, пожалуйста, работай в смене, и все, и человек поехал». Я показался достаточно долго в американских турах, но по этим турам было по 20 лет, по 50 лет. Те туры, которые могли создавать то же самое. Но в этом спектакле есть, помимо, конечно, просто нас, катающихся, есть тяжелое пение, есть, опять же, летающая апробата, есть люди, которые танцуют на паркете, на полу, то есть, на сцене. Обалденные дегарации, и двух уровней льет. И самое главное, что, почему я начал заниматься как бы по-весенствам, и создавал первые свои туры буквально несколько лет назад, 6-7 у меня сколько прошло. И буквально в такой короткий срок он смог дойти до того, что мы вам покажем буквально очень скоро. Просто я в 2003 году, вот спустя олимпийских закончились здесь игры, на самом деле у меня было в голове, я так представлял, что это будет что-то такого снежного, наподобие снежного шоу, когда ты приходишь в какой-то театр, летает снег, кусочек, например, из полулинского новогоднего шоу, тут у тебя есть шампу, тут люди катаются, летают, охрабатывают, как бы ловят церкви, и не церкви, и вот все в одном. И немножко чуть-чуть по-другому это было сделано, сделано на вот филе буквально несколько лет назад, поэтому обидно будет, если у человека будет возможность учитываться, и он придет, потому что я участвовал в очень многих проектах, но вот этим проектом, как при большом городе, я горжу больше чего, что именно такой формат появился в России, потому что в России очень вопрос на голове было много проектов именно такого масштабного количества всего того, что задействовало в этом так, не было. А в Европе есть похожие гра? Есть, понимаем. Похожие типа Art Canine проходят, но все равно как будто отдельные номера там отдельные номера живое тренинг не было нет у вас той сюжеты или нет. нет. Будете ли вы знаете, сниматься рекламы, если можно, если обвалировать какие-то обсуды? Ага, сходи. Вот эти теперь буду в будущем только после тренингства. То есть тихо вашего не будет, как была обещала? Нет, есть тихо, я не обещал ничего. была возможность и почему бы и нет, когда партнер, с которым я катался на индустрии, то есть она мне предложила сначала просто по участку и я потом попробовала успеть, поэтому здорово, что я имел такую возможность, что как-то реклама и так далее это часть нашей работы и развития не только в плане фигурного катания, но еще как-то и человека. Конечно, мы вновь иногда осматриваем новые предложения. Что касается полировок... Такой серьезный способ к рекламу полировок обычно говорят в этом деле, а вы часть развития этих... А как вы там приемы? Я считаю, что нет, можно, конечно, пойти договорить отречу, ой, и торговать, а рекланировать. Гавно любой процесс, любая реклама, все то, что происходит, виза, виза, визы и так далее, это определенный процесс, где ты делаешь какие-то определенные шажочки, где-то больше, как, например, на театральной сцене, где-то ведешь и берешь аппетитера для улучшения определенных твоих качеств, а реклама тоже, это не просто пришел, отснялся, то есть, нужно все равно полностью понимать, что это за процесс, что от тебя хотят и так далее, то есть, я вообще воспринимаю кроссфорты, любитель кроссфорты, когда это была основная твоя жизнь, и только тренировки, 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 вот это. В данный момент жизнь хороша тем, понятно, что мне удобно прийти, потому что все-таки олимпийская медаль поддалась, и теперь очень много вот этих различных дверей, через которые можно проходить и идти развиваться, и самое главное, чтобы человеку было интересно интересоваться, иначе потом на этом будет скучно жить. Что касается проекта Болерон, я рассматриваю проект так, что есть фигуристы, которые на самом деле всегда проклавляли нашу страну, как в Советском Союзе как потом или Россию. Фигурное катание это тот вид спорта один из тех вид спорта, про который говорили, ага, значит, здесь будет столько столик 200-200 медалей, потому что по-другому не могло бы быть, я не беру сегодняшний день. Балет это вообще лицо нашей страны. Получается так, что то, чем он это делает, есть парт. партнеры, которые сидят в госдуме, я смотрю на эту комедию, есть люди, которые действительно хотят и самое главное, они понимают, что они делают. Вот пример Антона Сихурова, который лет не трое делал в туре 5-6 лет в комедии. Он книжку не отрывал от глаз моих. Даже Антон уже все выходит, он сейчас там про Салин не читает. То есть ты реально человек, который этот хотелось не заниматься, не имеет каких-то других попустений, а именно хотелось и масса политики, и ему это было неинтересно. Он получал от этого удовольствие, поэтому он перебывался в этом направлении. Я считаю, что это то место, где он был в принципе на свое место. К сожалению, не очень многие, кто находится в госдубе, посмотрят в новом саду, который просто так седает. Честно, да? Да. Ну, подойдите. Нет, да, 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 да. Ну, ну, Леша очень точно сказал, про то, что кто-то тоже не еще, да, нет, я был добрыл еще из удачи интерьера спорта, это еще Светлана журова, Я человек, И, конечно, есть не очень большие примеры. Что же касается отношений к Жене, то отношения очень уважительные и очень молодежные, сражаются, горят, и, дай Богу, мы с ним. Единственное, что мне кажется, что надо, чтобы те люди, которые его окружают, или поменьше его окружают, так проделать сейчас. Потому что мне кажется, что он человек очень талантливый, человек очень искреннеющийся, но когда вокруг столько у тебя направлений дают разные, то это сбивает. Потому что, мне кажется, эти бесконечные уже подвращения, они уже как сказки про волка, знаете, когда сначала орут волк и все, и все бегут, потом опять. А потом уже никто не реагирует на то, когда волк к себе приходит. Лучше уже прийти и выйти. А Женя, вот же сейчас выйдет. И я думаю, что это не Женя, это не Женя инициатива. Я думаю, что это как раз инициатива окружения, они считают, что так вот они будут догадывать о Жене, чтобы они не забывали. То есть очень понятно из этих обед. Не уровня Женя. Женя гораздо выше всего этого. Не надо, понимаете, когда он вернулся, он просто выйдет и кататься. Уже не обещают, что сейчас выйдет и все спороу. Выйдет и пороу. Или, и ладно, ну и он уже все выиграл, все, что мог выиграть. И доказал, а любви чемпион, сиреновый призер любви, который будет перед этим сиреном. Спасмер, который будет всегда легендой фигурного катания. Тут просто вот вопрос именно окружения, да? Мне так кажется. Поэтому и политически эти коллеги туда пришел, сюда ушел. Все не совсем зимой, мне так кажется. Но Женя на своей стороне всегда удача. И если, дай Бог, у него все это состоится, будет болеть. Будем болеть, будем болеть. Будем болеть. Будем болеть в этот раз. И тоже были восстановлены, потому что вот так случилось. Хотя, наверное, так вот огонь нам причастливы только судили. Наверное, мы, никто из нас на таком совете, наши были более склонны, даже более профессиональны, нежели просто эмоциональная публика. И понимали, что в современных правилах Женя, к сожалению, действительно это не поиграл. Но по правилам, которые современные страны есть, если мы сейчас по другим правилам, всегда нужно заниматься по правилам. По правилам, пожелающих вступить дальше, Женя, но меньше, как я сказал, Илья, как про Женя. А чем же никогда заниматься? А чем же никогда заниматься, приговаривая Илья, и все это согласие? Что может быть, Женя будет наканчиво? Значит, просто человек не может найти то, что ему интересно. Помимо спорта, он не может себя найти после него. Я думаю, что это не может. Илья хотел, нашел, Илья хотел, нашел. Я думаю, что когда Женя будет здесь сидеть, вы спросите его, чем он будет заниматься, а не надо решать его вообще историю. Дай Бог, если он будет найти себя, пожалуйста. Да, поменьше там. Просто каждый должен найти себя. В любом случае, даже если он вернется, и четыре года окажется, то вопрос, чем дальше заниматься, он все равно будет. Его невозможно. А какие шансы в этом году? Какие олимпийские перспективы? Как вы считаете? на вашем совете? Ну, если я сейчас продолжу показывать, то я вам скажу. Да. В принципе, конечно, гадание на какие ведущие, в принципе, вот сейчас мы потрясаем воздух, это не изменится, потому что… Да. Это… В общем, ничего… Никаких не расскажет. Ну, мы были прекрасны, все знают. Еще в том году, я говорил, есть две замечательные одиночницы, у нас, да, Сотникова и Токтамыша, Токтамыша вообще блестящий выступает в этом сезоне. А… Все шансы в них есть, они явно потенциально готовы на олимпийское золото. Единственное, что не предсказывает населенского характера и организма. Да, мы не понимаем, что проведем детство с девчонками через пару лет. Ну, они еще молодые, по 13-му, по 14-му, по 15-му. Ну, вот… Дай Бог, если все, и голова будет на месте, и деймер будет рядом, потому что по таланту явно нашли шансы. Эээ… Сейчас текундочку. В принципе, это все, что я показал Гачинский, да, на чемпионате мира. И, опять же, в случае того, вот, изменений, роста, да, наверное, может быть, и, например, я вот тут всегда говорю, что он умножен в ней просто холёвым, потому что нельзя больше верить в движение. И, как только он перестанет быть тем движением Плющенко, и будет бесспорно заложить, каким он является, я думаю, это будет новый, качественный, качественный прогресс, которого ему не хватает для того, чтобы бороться с конкурентами, да, и, опять же, решать и внутренним геймом. А, сложнее всего договеть, как бы это странно не звучало, станцию по льду, потому что, вот, честно говоря, я не могу обидно ко мне, но прыжок можно вывести четверной и сразу попробовать свою качество за лето. Научиться качественно кататься, вот так, чтобы на льду, это невозможно. Это, тот самый отличный процесс, хотя, казалось бы, станция не навсегда, но это самый отличный процесс. Чехота, рёбер, скобочки, ну, все, всех нюансов, которые в интервью, поэтому, к сожалению, боюсь, что станции нам будет очень сложно догнать американской канадской, просто мы по качеству очень сильно отстаем. Но зато, в парке катали, я думаю, что мы имеем все шансы выбрать золото, и, в первую очередь, из-за обиды, и трёвы, скажем, сочетки, массажа тройков, на мой взгляд, это главный, на золото, но я думаю, что и куловник, и Смирнов, тоже, потому что у нас есть одно секретное оружие, табаканское, да, которое знает, как это всё сделать так, чтобы в нужный момент это всё выстрелило. Будем надеяться. Ну, молодые, богатые, если говорить, на золото, да, то есть, грубо говоря, несколько, две медали мы можем получить, при хорошем сечении обстоятельств. Плюс команды. Плюс команды. Команды, пока, наверное, все это тайно, да, мы не понимаем, что это такое команда, да, и какая это команда, и как это вообще будет происходить. Ну, теоретически, по идее, по команде, если мы можем, ну, насколько мне видно, уже чемпионские команды проводились, и мы ничего там покорировали. Нет, проводился как раз, на Японии, как-то, как раздавался, это вот так вот показательный, и мы как раздавались, даже с контактами. А если, просто, мировая дисперсация, на ЧК-1, в Москве, в Москве, по-моему, по моим, по моим знаниям, мне очень интересуются эти вопросы, те, кто выступает, или они могут выступать, то есть, они могут стать пократным олимпистом. И чего все придут? А потом введутся олимпистскими, Круто. Извините, у нас все руку поднимают, или вообще это? А есть какие-то другие будут? Ну, давай, сделайте. Вы давно тянете? Да, да, Нет, в общем, вопросы, по команде, по олимпийскому нашему шансу. По поводу. Дорогие друзья, я даже не смотрел чемпионат мира, ясно в это отошел. Я не люблю в Казани любить на голову. Ей, он все в области холост. Леш, ты будешь? Я хочу идти дальше. Прошался на результате. Я не только вам все рассказал, так что. Леш согласен. Да, вы сказали про совет, я... Газболапов у нас станция, которая может, но вот я правильно говорю, что им сложно пока что бороться с канадцами, с американцами, просто сложно, но это другой уровень катания, к сожалению, для нас, и их счастье, на этом у нас. Слушайте, вы можете про премьеру, вы мне рассказали, вот из небольшого города. Американские фигурители, в частности, Джонни Геевского будут участвовать, да? Но, к сожалению, не с Санкт-Петербургом, но, к сожалению, в декабрь, знаете, все очень расписано, и не получилось, хотя я с удовольствием приветствую Санкт-Петербург. Также были предложения Степана Лангеви, он тоже видел нас в спектакле, потрясающий фигурист, тоже в декабрь, к сожалению, на это время, уже не заранее было на спектакле истории. Но если... Но Алексей Ягудин сказал, что он уйдет в проект. Да. Но если... Если приедет Джонни, потом Степан, я будет, я будет. Нет, конечно, Алексей Ягудин будет, Алексей Ягудин. И я не исключаю, что спектакль «Одни Большого Города» может получить такую же нарастающую эмоцию, как и получил в Москве. После первого показа был большой взрыв интерес, и на повторный показ на спектакле «Одни Большого Города» пришлось 4 раза больше людей. Это очень важно было. Я не исключаю, что такое же может произойти и в Санкт-Петербурге, и, может быть, повторный показ, мы сможем это более заранее. Такая сцена, там, кажется, она такая, в котором спектакль приглашает именно тот взрослый за рубеж. Какие-то, пожалуйста, все равно у вас еще там заняты. Марат Большого. В качестве кого у Дэнкова и Оксаны Домиевы будут введены спектакль? Я сравниваю только с одним моментом в жизни, если мы касаемся профессионального спорта. Был такой тур, старый жена из «Найду» в Америке. Я понимал, что это не то, что мой последний год. В Канаде именно 72 года, как мы отказали. Я прям стоял на финале и действительно плакал от эмоций, потому что, ну, прям, это настолько не просто ты пришел, откатался и ушел. И вдруг будут следующие показатели, будут следующие спектакли на «Друг». Но это настолько было и национальное шоу, и качественное, что вызывало у меня вот такие эмоции. И то же самое в огнях Большого города, но уже после каждого именно в финале. Тем более финал очень эффектный, свет-эффектный, дождь. Только вот эта вся атмосфера не потому, что я счастлив, что финал уже, но я эмоции переполняю от того, что ты что-то сделал, но что-то большое и качественное. Не просто вышел, отказался. Это целое проживание истории. И каждый день, когда, поскольку у нас там по три эмоции, так и и по-моему, так и в день, по-раздоройски, как люди, очень сложно сказать, потому что настолько выкладываешься в серу. Вот для меня самый эмоциональный момент – это финал. Для меня самый эмоциональный момент остается, я не знаю, это ваша помощь, когда мы делали контрольные прободы в первом спектакле и прогоняли это накануне. И самое, что я рассказывал, уже все тяжело очень, нет тяжелого чатера. Мы набежали в певильон, и когда у меня в голове не трянулось в моей комплекте, я все тяжело, видимо, на репетиции. И опять появилась выкидка боления. Да. Уже в минуте до боления я прочитал эту элитронную речь, когда я представляю, как они, а почему они как-то все склонялись, и ничего не получалось. Это что? Я прочитал эту элитронную речь о том, что это провал. Где-то три ночи. На свете мы накануне приглянули. Я спустил. Сам остался, конечно, занятым. Немного летом и так далее. И я помню, что, честно сказать, я уже ни на что не надеялся, но я нашел вызывам попереки, начался в спектакле, стал, ну, сделать чудо какое-то, не знаю. И, ребят, помню, где я помню, что сам творился, я перележал в аттракции, потому что вдруг все заработало. Как-то механизм, он как-то вошел в шестеренке, он вдруг начал работать. Непонятно, откуда это значит. То ли они так мы перезармались, то ли так жалко меня стало. Не знаю. Ну, вот для меня это был такой вот кульминационный момент, когда, ну, вот, то, что не видел, вы знаете, это свершилось. Потому что прошел это себе усоветно. Сначала ты придумал себе довернуть, потом ты понял, что это как пиратская копия. А потом вдруг они куда-то опять поднялись. И вот это вот такая очень высокая, мне вот, мне нужно всегда поработать у меня в силах спектакляного небольшого города. А мне нравится быть футболом. Нет, это не выручка о спектакле. То, что эмоционально, то, что судьбы героя спектакли немножко как-то подстекаются с судьбами участия. На нас, людей, которые с жизнью и с судьбами. У каждого героя есть частичка из его жизни. И это, конечно, все сделано и я, почему он переписывал все 25 раз. Потому что он хотел именно вот эту частичку внедрить в наших героев. И вот это, наверное, очень эмоционально, потому что катаясь в область, что-то есть в своей жизни. Ну, и еще, когда все сказали, девчата, один момент нужно добавить, наверное, самое для меня в спектакле важное, сложное, эмоциональное, не быть фигуристом. Прям вот не быть фигуристом. Илья говорил нам об этом, и я говорил о том, что все-таки он созрел к тому, чтобы делать спектакль. Но вот быть именно тем героем, который, который написан, и это сложно. И это безумно интересно, потому что это другое абсолютное, это не фигурное катание, это уже театр. Да, пожалуй, театр. Вам судить, какие мы актеры и актрисы в этом спектакле. Но все-таки это завораживает, заплатывает. И хочется, причем вот эта вот грань, когда сыграть, но не переиграть или не доиграть, это всегда очень важно. Но я вот смотрю со стороны какие-то номера, смотрю, как Алексей катается, смотрю, как Рита с Пойлосом катается, играют. Таня Нафка, Таня Тасьменина, Максим Маринин. И у меня возникают у профессионала вопросы какие-то, но тем не менее это завораживает. Я смотрю, это интересно. Наверное, такой момент. Знаете, я думаю, что, поскольку мы знаем давно друг друга, и но это редкий случай, когда на кастролях мы выходим смотреть номера с участников шоу. Ну, выходим, но это так, по приколосу. Играем, я, если бы я с Дженем Кузнецом, играем, но больше не... Ну, то есть, это так вот, посмотреть, посмотреть, не в поле, наоборот, просто поинтересоваться, что оно не так часто. Но вот в огнях большого города и ночь, и если есть какая-то минутка, все люди смотрят, потому что это даже... Хоть бы казалось, опять, но вот и фигурное катание театра, но это нас интересует, мы хотим посмотреть, как руки сделали, чтобы быть вот в этом настроении постоянно. А еще мне никогда в жизни не звонили после увиденного выступления и не говорили бы такие слова, «Леша, мы плакали». А причем театральные люди. Нас настолько это худило, что мы до сих пор не можем отойти от эмоций. Вот это, наверное, самая лучшая похвала. Я думаю, что это и самый хороший финал. Наши свидетельства, прошу, выкачайте, это все доверие. я стою через финальный историй, да, я хотел бы еще сказать такую эстетическую вещь. Во-первых, что те, кто придет где-то на лапу в виде составления тем, у вас это небольшой сувенили от нашего спонсора компании «Киндер». Все они получат бесплатно абсолютные подарки от «Киндер». Это уже немаловажно, то есть это не надо ради купа «Обед». От «Киндер» съем или это еще подарок. Это большая арка от нашего спонсора, который поддерживал нас новогоднее представление «Киндер» такой очень такой теплый, добрый жерт от цвета. Ну, наверное, пожалуй, перерешающий. «Какие планы у вас дальше? Потому что сделано год назад, какие дальше будут визионные проекты, какие дальше будут в новом ремонте?» будет ок. «Нет, я могу сказать, что мы занимаемся телевизионным проектом, часть юдового проекта как раз. Он, правда, будет немножко не в том формате, к которому привыкли в качестве неумеющего катанца себя катанца, ничего. он по-другому будет построен. Но суть его будет в том, что вы чтобы убедить всех любимых фигуристов, они все будут скататься перед нами. Наверное, главная цель этого проекта, потому что у каждого проекта должна быть своя мотивация через его проект. Мы так часто говорим, когда с ностальгия, может быть, она просто нам тогда дает, потому что мы остаемся в любви фигурного катания, поэтому она подойдет вопрос, что мы сейчас перестанем смотреть только на фигурное катание, потому что фактор очень все механически, прыгают, сточут, а она не задевает. Очень часто это вычисленение. Вот раньше это осталось на фигуре. Честно говоря, многие даже тренеры, которые сейчас тренируют, они тоже скучают по тому фигурному катанию, когда все-таки идея транса еще существовала в программе, а не только шкономер и расчет, сколько там, что мы с ним сделаем. Вот в этом телевизионном проекте мы попытаемся сделать, немножко вернуть душу и фигурное катание, да, и этом достаточно. Если до этого постараюсь сделать пока желание не профессионалов, то я хочу постараюсь сказать в профессионалов. Ну, конечно, определенная фишка в этом проекте будет существовать, и в начале следующего года снова увидите. Вот, это то, что приезжающие планы. Пока фортальные и формируетические карты у меня не существуют. Но... Но действительно есть планы, есть планы. У нас приглашают быть лицом России на Олимпиаде в Лондоне, летней Олимпиаде, но провокировать Олимпиаду Сочи, и мы там будем, и мы там будем обязательно, вот, обязательно будем показывать спектакль, как раз от небольшого города, как лицом России на Олимпиаде, поэтому... Это, наверное, на Лондоне сделали, но рассказываем Сочи. Ну, он тоже пришел, люди пришли, вот эти, ну, круглые пригласили, но люди очень понимают, что контактируют, куда они пришли. И вот Марат, именно следует атмосферу театра на первых минутах, ведь очень важно, потому что когда он повел за собой, все, зрители понимают, что, зачем это будет. И, конечно, ведь Марат помогает ребятам, именно с актерской точки зрения, подсказывает какие-то нюансы, как правильно работать на большой зал, как держать правильные точки. И я очень рад, что Марат присутствует, Марат будет, конечно, в Санкт-Петербурге выступать в последний спектакль. Что касается ребятам дэнковым общим советам, это очень хороший вопрос, потому что помимо действительно этих возвращений они не участвовали в нервах, собственно говоря, для небольшого города по уважительным причинам. и Оксана, и Альбенна стали мамами, и вот они, они, наверное, у, соответственно, у Альбенны замечательных сынов, у Оксаны замечательной дочи, и как только они пришли в хобу, и я их взял спектакль для небольшого города, но, представляю, пока они были пеклят в отпуске, их кормили, их партнёры, и Шабарин принимали учёные воспитания, они были такие, поздравили два друга, Альбенна такие, что нагловатые бандиты города. Ну, соответственно, что вполне логично Оксаны и Альбенна стать девушками тех двух бандитов у небольшого города, поэтому они тоже такие, слегка, чуть-чуть бульгарноватые, бульгарные, но по этому, конечно, я думаю, что... Он все время будет в интерьер. Вот, поэтому Альбенна сейчас добавим ещё одна целая сцена, в которой две классы салитки и Денкова, и Дубния Шабарин выступают совместно, нефлистанционные куски. То есть, это целая полноценная сцена. Ну, для тех, кто любит родни Большого города уже знают наизусть, или что-нибудь, знаете, это как-то казино, да, есть, это казино, когда появляются как раз Альбенна после этого заходящие. Чтобы создать атмосферу, куда приходят Альбенна, мы уже видим этот мир, место, в котором ждут, когда появятся Альбенна, и всего. супруга по-другому сценарии, Татьяна Натальевна. Спасибо, что вы добавили, там, 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 Альбенна. Спасибо. Спасибо.